Всем привет! Вы на канале Улакайт. Мы продолжаем, даже можно сказать, завершаем прохождение карты Махакам, потому что это будет последняя серия по карте Махакам, сколько бы она ни длилась. Не будем уж делить, тут осталось действительно совсем немножечко, так что погнали. А, точно, лайки, комментарии и если вы еще не подписаны, то обязательно подписки, чтобы не потерять мой канал. К разведчике нам ничего не принесли, ну, пойдемте. У нас сейчас довольно плохой боевой дух. Так, насколько я помню, тут у нас где-то был зарыт лад. Ну, по крайней мере, мы в прошлый раз его определили. Да, определенно, это это место, я его узнаю. Где-то он вот тут вот должен быть. Вот, ну-ка, ну-ка. Деньжата. Класс. Так-то туда, наверное, уже не спустимся, да? Нет, не спустимся. Бежим тогда к интересному месту. Когда ее отряд проделал половину пути, королева услышала протяжный рев, от которого осыпался смен. Не дожидаясь, когда разведчики вернутся с рапортом, Мэва выхватила меч. О, так сразу. На бой на крутом склоне горы дело не из легких. Лирицу вязали в снижавшемся снегу, опирались на копья, жнурились на ледяные крошки, летевшие в глаза. Чудовища без труда прыгали с камня на камень и скрижетали длинными когтями оскалы. Короткий бой. Никаких условий, просто короткий бой. Ох, красненькое все. Ну ладно, у нас тут волчья яма. Так, давайте для начала, да, всегда закрываем, смотрим. Никаких у них нет лидеров со спецпособностями, это очень радует. Но при этом мы и не знаем вообще, что ждать. Так, панталоны мы точно не берем. Бомбометчика оставляем, Кассиньера, ну, можем оставить, он хорошо усиливается, он такой мощный становится. Барнабу вообще убираем, я вот это не понимаю с сотворением украшений, они рандомно попадаются, это фигня какая-то. Так, барабанщик у нас две карты вызывает, это здорово. Так, бомбометчик у нас один ряд подожжет. Волчья яма второй ряд, ну, тоже без варидов, грубо говоря. А на гор попробуем... Ммм, военная повозка. Конечно, в идеале бы нам Райлу, или Эйка хотя бы. Так, поэтому повозку сильно люблю, не буду ее убирать. Барабанщик, да, наверное. Так, кровь. Возьмите две карты, остальные сбросьте. Руна, дождь бога, она, ну, такой наш пулеметик, тоже его оставляем. Гром оставляем, курга, создайте и сыграйте случайное украшение. Убираем. Две у нас военные повозки будет, ну, ладно. Заберегись, они летят прямо на нас! Так, Аслиск, мы с ними уже дрались, но надо все равно вспомнить. В начале каждого хода увеличивайте счетчик на один, наносите 2-1 урона случайному вражескому отряду. Так, ну, ладно. Начинаем тогда с повозки совершенно точно. Легкая пехота у нас, если что, завалит кого угодно. Но, насколько я помню, они так не играют. Они будут бить, по-моему, самого левого верхнего всегда. А нет, смотрите, самоубийца. Ну, нам же лучше. Белый хлад. Так, у него была способность такая. Да, я не дочитала. А нет. А нет, белый хлад это отдельно, ладно. А то есть кто-то, какой-то монстр, который когда убивает персонажа, то есть он бьет, если убивает, то вызывает хлад. Ну, ладно. Ладно, 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 ладно. Не, ну... Давайте тогда повышать ставки, скажем так. Увеличивать усилие. Волк. Ну, тогда бомбометчика давайте. Что творишь? Не тряси это! Все, теперь будет совсем весело. Военную повозку мы, пожалуй, усилим. Конец. Весьма хитроумное устройство нам дали. Гномья работа, судя по всему. О, это про волчу яму, наверное. Классно. Так, ставим... ...военную повозку. Да, конец. Прекрасно. А, кого еще ставим? Ну, наверное, барабанщика поставим. Конец. Пацанет, надо было кассиньера, конечно, ставить. Хоккей не есть, а как же. Так мы... Ух ты! Он вызвал Эйка. Он, в общем, умеет вызывать Эйка, что ли? Он же вроде должен только Блиц вызывать, а Эйк не Блиц. Ну, ладно. Нам же лучше. Негодяи будут наказаны. Медведь, пока-пока. Конец хода. Чуваки прямо злые. Так, кавалерию ставим. А последнего вздоха! И теперь точно усиливаем. Кого усиливать будем? Наверное, барабанщика. Сейчас... Кассиньер усилился, а кавалерия новая пришла. Прекрасно. Конец. Ну, очевидно, побеждаем, конечно. Тут даже... Разговор... Разговаривать не ищем. Так. Даже... Даже такие клевые украшения тратить жалко. Давайте кровь используем. Так, две карты играем. Давайте, например, Барнабу. Ну, просто почему бы и нет. Просто потому, что мы уже побеждаем, можем что угодно ставить. И... Габора. Габора. Так. Что? А, да-да, сейчас. Выберите, какую карту создать. Размещение наносите по три единицы урона. Три отряда, если они уже повреждены. Ну, уничтожьте их. Это прям круто. У нас такого нету пока что. Возьмите из колоды и сыграйте отряды Блиц. Две штуки. Или... Отметьте отряд, усилите вон 10 единиц. После трех ходов в начале хода уничтожьте. Нет. Наверное, возьмем королевский указ. Достаточно одной стрелы. Черт. Надо было сюда ставить, конечно. Хотя... Укажите мне цель. Очевидно, успеем. Для друга все, что угодно. Так. Сыграйте украшения из вашей колоды. А у нас украшения и в колоде... А, нет. Есть пурга. Курга. Кстати, а ведь по такой логике можно брать, например, Габора и при этом убирать украшения в рюкзак. А он их будет играть. В общем... Ну, остается только нанести урон отряду. Все. Конец. Конец. Ладно. Это уже прямо какое-то издевательство над бедными животными. И это при том, что мы даже Райлу не взяли. И сложность у нас довольно большая. Хигрифон. Ладно. Хотя нет. Продолжаем издеваться. Давайте усилимся. Постреляем в него. И уж добьем. Такая чистая-чистая у нас будет победа. А, теперь надо по своим бить. Ну, ладно. Все. Пас. Прямо. Прямо расчет и убираемся отсюда. Лирийцам удалось отбить атаку чудовищ и взойти на вершину. Мэва велела солдатам произвести измерения. В ожидании результатов королева услаждала взор захватывающим видом на Махакамский хребет. Краснолюдский механизм не оставлял сомнений. Вершина, лежавшая на стороне Дальбергов, была на два фута выше той, что на стороне Гогов. Габбара расчеты явно расстроили. Эх, чтоб его. Я надеялся, ты докажешь, что клан Брувера был прав. Он был бы рад утереть нос Дальбергам. И тогда, может, с большей охотой тебе помог. С грустью сказал Краснолюд. И добавил. Хотя, королева, результаты измерений видела только ты. А что, если тебе удастся немного уточнить данные? Так не годится. Выспротивился Эйк. Рыцарь, которому честь дорога, не может запятнать себя такой ложью. Эх, ну правда же не может. Легче было бы солгать, верно? Сказала Мэва. Сложнее было бы мне потом об этом забыть. Нет, Габбар. Я скажу правду. Тон королевы ясно давал понять, что разговор закончен. Поэтому Габбар больше не поднимал эту тему. Отряд Мэвы стал спускаться вниз по склону. Маленькая компенсация после лавины. Собираем. Краснолюды из обоих планов в напряжении ждали результатов экспедиции. Как только Мэва представила отчет, дольберги выкатили на площадь бочки с пивом и начали праздновать. Гоги были, разумеется, разочарованы, но приняли ответ Мэвы как окончательный. В конце концов, они ей доверяли. А тут у нас остался лагерь Нильфгарда. Хотим ли мы на него нападать? Я, насколько я помню, я в итоге решила, что, наверное, не стоит. Не знаю. Или уж гулять так гулять. Последний раз живем. Вот, к сожалению, последнюю серию записывала, получается, два дня назад. И я уже просто не помню, что там произошло. Я помню, что они на нас за то... А, вот, за то, что мы их телегу украли. Ну, то есть мы не украли, мы ее отбили. Телегу с их оружием. Они на нас скинули лавину. И мы собираемся на них напасть или не нападать. А, вот, я поняла. Я вспомнила, вспомнила, почему я в прошлый раз решила на них не нападать. Потому что телега была уже не на территории Махакама. И мы могли ее теоретически атаковать без проблем. А сейчас они прямо у самой столицы. И если мы их атакуем, то это нарушение нейтралитета. Вот, и это как бы делает, ну, совсем уж свинство неправильно. Совсем нарушать все правила. Так что я решила не нападать. Не знаю, что это так обернется. Приблизившись к длинному мосту, Мэва велела трубачу возвестить о своем прибытии, после чего направилась в шатер, чтобы привести себя в порядок. Там ее уже ждал Газкон. У-у-у. Не помню, чтобы приглашала тебя сюда. В таком случае успокою тебя. С твоей памятью все в порядке. Я зашел сюда случайно, без цели. Так, поболтать. Вот как? Тогда предлагаю тебе точно так же случайно выйти отсюда. Я должна переодеться. Скоро я встречаюсь со старостой, и не хочу выходить к нему, смердя конским потом. Не думаю, что он почувствует разницу. Уж я знаю, что ты говоришь. Когда мы виделись в последний раз, я старался стоять от него с подветренной стороны. У него тот еще душок. Варианты между я теряю терпение и должна признать вонялым, как старый газел. Ну, вообще-то неприятный был тип. А Газкон очень приятный тип. Давайте мы согласимся с ним. Тебе повезло, если ты не учуял его дыхание. Я думала, что упаду без чувств. Если бы так и случилось, кое-кто привел бы тебя в чувства, как умеет. Тебе бы понравилось. Он с нами флиртует. Газкон. Это будет сниться мне по ночам. Опасаюсь, что сегодня тебе не удастся заснуть. Видишь ли, есть кое-что, о чем тебе точно нужно узнать, прежде чем идти к Брунеру. Я внимательно осматривал оба места, в которых мы истребляли чудовищ. И знаешь, что привлекло мое внимание? Что же, монументальная краснолюдская архитектура? Нет, дорогая Мэлла. Краснолюдские кости. А теперь угадай, что я заметил на них. Не подсказывай. Следы зубов? Разумеется. Чудовища обглодали их дочестно. Именно поэтому так хорошо стали видны другие следы, от топоров и мечей. На всякий случай, я еще показал эти кости медикам. Об ошибке и речи быть не может. Что? Значит, этот клан Фуксов... Погиб вовсе не при нашествии бестий из глубин. Те только сожрали тела и заняли пустые дома. Я поделился своим открытием с Габаром. И знаешь что? Он запаниковал. Начал выкручиваться, плести какую-то чушь. Руку даю на отсечение, он что-то скрывает. Черт. С самого начала он так рвался по мощным. Мне надо было сразу почуять неладное. Сейчас я прикажу привезти его сюда, а пока что... Спасибо, Гаскон. Я тебе этого не забуду. Вот это да! Габар предстал перед королевой. Сперва он пытался ее провести и отвечал уклончиво, но Мэва продолжала задавать вопросы, требовавшие точных ответов, и под этим напором Габар сдался. Ну что же, как сказал король Дезмот, когда навалил в штаны, этого под ковер уже не заметешь. Ты ошибаешься, если думаешь, что я сейчас оценю твои шутки. Ты на волосок от петли. Да. Я обманул тебя по приказу старейшины нашего клана. Я должен был убедиться, что ты уничтожишь грань Бороса и глубины Довора, так, чтобы не осталось никаких следов. Следов чего? Что вы хотели скрыть? В этих местах жили краснолюды из клана Фуксов, наши смертельные враги. Поколениями они гнобили нас, унижали, забирали все, что хотели и когда хотели. А староста все это видал глубоко в гузне. Чтобы покончить с этим, наш клан покрыл себя несмываемым позором. Старейшины Зигринов уличили момент и... О, боги! Так это по твоей вине погибли все эти краснолюды? Я... я не принимал в этом участие, я был против. Не выжил ни один свидетель. То есть вам удалось перебить целый клан? Как? Королева, ты в самом деле хочешь? Хочу. И лучше тебе в этот раз не упускать никаких подробностей. Несколько лет назад стояла суровая зима. Стужа собачья, метели, лавины. Ездить куда-то почти нельзя было. Голод выгнал бестий из гнезд. На перевале эти твари кишмяки шели. Уж так было худо, что они подходили к самым стенам. Фуксы дрались с чудищами, как черти, обороняя глубины Довора. Сколько крови пролилось. Они там почти всех своих воинов потеряли. Те, кто выжил, зимовали в грани Бороса. Наши старейшины посчитали, что второго такого случая не выпадет. Поселок охраняло немного народу. Их всех перебили, а потом развели огонь и заперли ворота. У них не было шанса. Сволочи. Каким чудом это скрыли? Когда все было кончено, наши воины открыли ворота. Не пришлось долго ждать, пока воня тел привлечет оголодавших чудищ с перевала. Зигринов, что вернулись оттуда, стало не узнать. Если бы вы видели их глаза, когда они нам приказали молчать. А потом... Вы накормили всех сказочкой о вековечном ужасе, который Фуксы пробудили, копая слишком глубоко. Прекрасная история. И мораль есть. Да, но старейшины, наверное, опасаются, что Брувер все равно что-то подозревает. Поэтому они так хотели, чтобы вы уничтожили все доказательства. Мерзость. Ты заявляешь, что не принимал в этом участие. Но ты не сделал ничего, чтобы остановить эту резню. А что мне было делать? Старейшины приняли решение. Никто не хотел меня слушать. Ты мог бы уведомить старосту. Виновные были бы наказаны. Виновные? Ты не знаешь Брувера. Он приговорил бы всех. Весь клан. Женщин. Детей. Без исключения. Мэва. Королева, умоляю тебя. Мне тоже точно от того, что старейшины натворили. Но староста не должен об этом узнать. Будет еще больше горя и смертей. Я подумаю, потому что действительно сделанного, конечно, не воротишь. Но лезть настолько глубоко в их гномские, краснолюдские, точнее, дела. Тем более обрекать целый клан на смерть, это... Мне нужно принять решение. А тем временем... Гаскон, убедись, что Габр останется нашим гостем. Ясно. Если он попытается удрать, ты узнаешь об этом первым. Да. Сложное, сложное. Тут, конечно, игра чем дальше, тем более сложные нам подсовывают дилеммы. Так, я подозреваю, что после того, как мы сюда зайдем, мы уже не выйдем, да? Конец главы. Вы приближаетесь к важному моменту своего путешествия. Решив продолжить, вы не сможете довести до конца любые незавершенные дела в этой области. Так, золотые сундуки мы все собрали. Давайте мы еще раз на карту внимательно посмотрим. Тут у нас Нилюгард. Так, тут у нас что-то, что нам было не нужно. Давайте еще раз глянем. А, мораль, что попала за 450 монет, да ну нафиг. Такое нам не нужно. Ладно. Тут это задание на молодых краснолюдов, из-за которых можно потерять Избель или Райла. Ладно. Все, ребятки, мы приблизились к концу карты. Я думаю, сейчас будет какая-нибудь большая мегабитва, конечно же. Как, ну, на предыдущих картах. Но мы продолжаем. Ой. Матрена, Матрена, сама-то как думаешь, почему я не перебил этих чудовищ, а? Ну, говори. Потому что... Потому что не хотел. Вот и не срасталось что-то у меня. Етич, не срасталось. Вот я и решил, что пока не дознаюсь до правды, не стану разорять гнезд чудовищ, чтобы следы не стирать. То есть вы специально выжидали все эти годы, хотя гибли ваши подданные. Годы прямо? То есть это не накануне произошло, это прямо годы? Ты мне тут морали не читай. Справедливость должна восторжествовать любой ценой. Я уже было ключик подобрал. Напал на след. А теперь все к чертям пошло. Ты затопила глубины Довора, завалила грань Бороса. Я так и не узнаю, кто перебил Фуксов. Понимаешь? Никогда! Ух, ух, ух. Да. Тяжелый, конечно, выбор. Но нет, я не хочу целый клан подставлять под правосудие гномское. И не хочу я в это лезть. Я глубоко сожалею. Я не знала. Разумеется, ты не знала. Вот какие вы люди. Сперва все испортят, а потом спрашивают. Хотел бы я оттаскать тебя за эту твою косу и выставить за ворота. Но не могу, потому как кланы тебе благодарны. Глупцы, глупцы, всюду глупцы. Они принудили меня дать тебе официальную аудиенцию при свидетелях под горой Карбон. Ну, значит, в путь. Вот увидишь, я тебя так приложу. Пожалеешь, что не осталось в Нильфгардском подземелье. Брувер двинулся вперед, все ругаясь себе под нос. Королева глубоко вздохнула, досчитала про себя до пяти и отправилась за ним. Ну, пойдемте. Где это он? Куда это мы за ним отправились? О! Найдено письмо. На длинном мосту запрещается топать, прыгать, перегибаться через отрождение, останавливаться на привал, вырезать руны на перилах. Удивительно, что не запрещено свистеть, плевать с моста и прочее. На чудищ поохотиться захотелось. Старс-то взбесился, брызжет слюной на десять стоп вокруг. Пускать людей до самого Карбона? Не знаю, разумно ли. Пускать людей до самого Карбона? Не знаю, разумно ли. Краснолюды во многом опережают людей. В металлургии, инженерном деле, архитектуре. Но таланта придумывать название им явно не хватает. Поэтому мост, который соединял Махакамский перевал с горой Карбон, звали просто «Длинным мостом». Впрочем, это было название со всех точек зрения заслуженным. Стоя посреди висевшей над пропастью дороги, Мэва не видела ни начала, ни конца моста. Они скрывались в густых облаках. Невероятно! Шепнула королева. Словно мы едем прямо по небу. Эскорт уже приближался к горе Карбон, когда Мэва услышала крик Хавьера. Стойте! Стойте! Мэва резко натянула поводья. Кобыла заржала и встала на дыбы, вознося королеву над головами солдат. С этой высоты она видела, как валится последняя опора моста впереди. Шедшие во главе колонны краснолюды не сумели остановиться вовремя и с криком рухнули в пропасть. Это еще что такое, вашу мать? Заревел Брубер. Привезти инженеров! Сейчас же! Королева успокаивала лошадь, когда что-то просвистело над ее ухом. Откуда ни возьмись, позади колонны появились скаетаэли. Прежде чем кто-либо успел среагировать, эльфские лучники перебили весь Арьергард. Солдаты падали на камни моста со стрелами в спинах. Мэва очутилась в ловушке. С одной стороны зияла пропасть, с другой наступал враг. Выбора не было. Она должна была сражаться. Внезапно. Вот кого-кого скаетаэли я тут вообще не ожидала. Лирийцы не верили глазам, наблюдая, как воины скаетаэли перерезают горло краснолюдам махакамской стражи. Как же так? Нелюди против нелюдей? Во имя чего? Значит, неправда, что старшие расы все как один поддержат восстание белок. Без сомнений, не только эти вопросы мучили бойцов. Однако думать над ответами было некогда. Пора было сражаться. Дополнительные карты. Где вам махакамцы там присоединятся все-таки? Короткий бой и сюжетная битва. Посмотрим, посмотрим, что нас ждет. Так, о! Бруер-блок. Размещение. Создайте двух махакамских бойцов и переместите вражеский отряд из рукопашного ряда в дальнобойный. Окей. Махакамский топорник. Переместите отряд на один ряд дальше от противника. Это приказ. Так. На один ряд дальше от противника. А, то есть они типа приперывают своей спиной. Ладно. Так. Кто у нас тут есть еще? А, кобели. Переместите три карты в другой ряд. Так, что-то я не понимаю, почему тут такой упор именно на перемещение. Скала. Неубираемая стойкость, неуязвимость. Каждый раз, когда отряд перемещают в ряд, где находится скала, уничтожать его. Понятно, почему тут такое упор на перемещение. Ой, подождите. Скажи, ты есть следопыт? Приказ. Нанесите пять единиц урона вражескому отряду и по две единицы урона смежным. Понятно. Ладно. Так, во-первых, брувер мы оставляем. Махакамского топорника оставляем. Прачника мы оставляем. Гайдук, видимо, нужен для того, чтобы топорника усиливать, что ли. Бомбометчик. Бомбометчик нам понадобится. Но это только военную повозку, получается, имеет смысл менять. Или иметь смысл менять... Да, давайте их попробуем поменять. О, Габор. И Габор он, Габор, не Габор. Почему-то я называю его Габором. Ладно, давайте Габора оставим. И Пургу, наверное, я сменю. О, волчья яма. Совсем весело будет. Ладно, давайте попробуем так. Прямо интересно, без наш... Ух ты. Мы в ловушке. Но можем попытаться выбраться силой. Обязательно. Нанесите 2 единицы урона отряду. Если он усилен, нанесите 6 единиц урона. Но у нас он не усилен. Так, что же, кто же у нас есть? У нас есть, например... Давайте с волчьей ямы начнем. У них-то мало тут возможностей. Налетай, подешевела. Я узнаю эти цвета. Они из отряда Эльдайна. Так. Берегите головы! Бомбометчика поставим, чтобы веселее было. Чтобы теплее было. Ай, Лирен! Так, вот теперь... Ай! Вот теперь их можно все и... Сталкнуть. Или уже их даже не имеет смысла все насталкивать. Давайте посмотрим... Осоздаем эти 2-х махакамских бойцов. Переместить вражеский отряд из рукопащицы на дальнобойник. А как вы думаете, можете творить все, что захочется, ковнюки? Вы в махакаме! Кого будем скидывать? Будем скидывать... Лучника. Так ему. Стойкость, броня 4. Конец. Нет денег, нет товаров. Говенкары. Что-то у них... Ну, такие, не особо-то сильные войска тут остались. Так, махакамский топорник. Господи, ну ладно. Кого скидываем? Лучника скидываем. И... Даже не знаю. Мы тут пока что вроде выигрываем. Но не хочется... Наверное, мы... Вот, кровь используем. Призовем наших. О, во-первых, мы возьмем Райлу. И, наверное, возьмем барабанщика. Так, Райла. Стой, меня не возьмете! И барабанщика. Да будут едины твои мечи рука. Так, ладно. Теперь берем нашего прачника. И троих отправляем в яму. Райла радуется. Еще бы. Так. Я думаю, пока что не будем этого скидывать. Он и так умрет, скорее всего. Но давайте призовем барабанщика. Так. Кого усилим? А, и давайте, например, его усилим. Этого махакамского бойца. Ух ты! Кто-то такой скрытный. Точно, есть же такой у них персонаж. Он только в засаде, да, у него? Так, конец хода. Значит, мы можем и призывать тоже. Давайте кого-нибудь призовем. Например, Хавьера. Не бойтесь. Задачу выполним. Да. Ну и сейчас начнется уже вообще... Совсем уж веселуха. Например, призовем Эйка. Идет Вера. О, госпожа Маргарита про это рассказывала. Так. О, кавалерия. Пускай у нас будет побольше кавалерии. Конец. Покажем, из чего мы сделаны. Так. Этого мы толкаем в яму. Кого-то надо все-таки выложить. Ладно. Габора давайте выложим. Надо выложить. Или габора, габора. Простите, простите, простите. Сыграйте украшения из вашей колоды. У нас только одно украшение. Ну ладно. Сыграйте случайное украшение две штуки. Гром. Усильте все копии дружественного отряда на пять. Вот, например, давайте их усилим. Второе. Казнь. Уничтожьте сильнейший отряд или отряды. А можно нет? А можно нет? О! Райла. Это была Райла? Вот, блин. Ну ладно. Я надеюсь, он на нас не сильно обидится. Мы, в любом случае, практически доиграли. И уже, по сути, просто балуемся. В общем, вот так вот. Надо поосторожней с неизвестными украшениями. Так. Ну давайте гайду клауссируем. Ну? Чем-нибудь удивите? Смерть людям! Ну ладно уж. Добьем. А нет, давайте скинем. Мне нравится этот чувак. Ой, блин. Это... Ай! Придется кого-то убивать наших. Ай! Потому что так просто не скинешь. Нужно кого-то пострелять. А послануть нам не дадут теперь. Ладно, давайте. У нас же все бронявые такие. Так что никто сильно не обидится. Все. Пасуем. Ноль на сто 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 восемь. Ирена должна умереть. Лирийцы и краснолюды, объединив силы, смогли разбить Скайтаэли. Оказалось, что последний пролет моста обрушили партизаны, превратив переправу в смертельную ловушку. Если бы не Хавьер, вовремя предупредивший отряд, все бы рухнули в пропасть. Лирийцы схватили предводительницу эльфского войска. Она стояла с высоко поднятой головой, а когда Мэва посмотрела ей в глаза, не отвела взгляд. У-у-у, вороний глаз. Как тебя зовут, эльфка? Поцелуй меня в задницу, человек. Она сказала... Спасибо, Рейнер. Я поняла. Поцелуй меня в зад, да? И это все, на что ты способна? Верни мне меч, и я покажу тебе, на что я способна. У тебя уже был шанс на поле боя. Не хочешь сказать, как тебя зовут, не надо. Мне, в общем, все равно. Мне больше интересно, что ты здесь делаешь и кто тебя послал. Никто. Я сама решила, что убью тебя и отомщу за Ильдайна. Помнишь его? Это тот эльф, которому ты отказала в похоронах. Ты оставила его гнить в чистом поле. У тебя руки в крови. В крови эльфов синявой пущи. Эльдайн был преступником и получил по заслугам. Если он был преступником, то как назвать людей, которые убивают нас во время погромов? Как назвать черную Райлу, которая сражалась на твоей стороне? Даже не пытайся нас сравнивать. Ладно, хватит. Я услышала все, что хотела услышать, и... Тут явно у каждого своя правда. А я нет. Ты что, башкой ударилась, эльфка? Хотите драться с людьми, деритесь, дурака учить, только портить. Но не здесь, черт тебя заешь. Махакам был и останется в стороне от этой грызни. С дхойной ты не можешь стоять в стороне. Ты либо их враг, либо их пес. Махакам слишком долго лежал в спячке, поэтому мы ударили его прямо в сердце, чтобы пробудить к бою наших братьев, которых ты, староста, отрезал от мира. Да, отрезал. И хорошо сделал, мать вашу. В войну хотите играть, говнюки? Палкой понтер спять поворачивать. Счастливого пути! Подыхайте, как хотите, а нас оставьте в покое. Ух, повешил бы тебя здесь, сейчас, вот этими руками. Но ведь ты этого и хочешь, правда? Погибнуть идиотской смертью. Не видать тебе этой чести. Запру тебя в подземелье. Посидишь там лет триста, может, поумненьше. Мэва ожидала, что староста будет мстить эльфке. Но краснолюд молчал, а в его старых, прикрытых кустистыми бровями глазах не было видно гнева, только печаль. Краснолюдские инженеры мигом починили пролет моста и путники смогли двигаться дальше. Они с нами разговаривать не хотят. Ну ладно. Мы не гордые. Мы можем без общения. Так, может, нам что-нибудь построить можно? Нет. Вот это нам нужно. Вагенбург плюс, наверное. Все нужно. И при этом ничего не нужно. Да. Ну, прямо, кстати, собрали хорошую армию. То есть, последние две битвы, реально, мы просто их в ноль укатали. гора Карбон. Дьявол. А мне казалось, что Новигран большой город. Чтоб эльфы да против нас, против нашего старосты. Гора Карбон. Вытри ноги, городу вычистим. Здесь фасоны чуждые, не в чести. Слышишь, сердце гор под землей, краснолюдом будь, не свиньей. У-у-у, обалдеть, смотрите, вот это да. Прямо в горе вырезанные дома. Кстати, знаете, на что похоже? На Арзамар похоже. Или как там назывался этот город World of Warcraft? По-моему, Арзамар. Левицы ступили в чрево горы Карбон. Мэва ехала за дров голову и изумлялась искусно украшенному своду и монументальным базальтовым барельетом. Но осматривать их времени не было. Брувер Гог призывал ее на беседу. Благодарю за ваше приглашение, староста. Приглашение? Хорошенькое дело. Скорее, ваше напрошение. Сколько живу, такой упертой бабы еще не видывал. При всем уважении, как говорят, нечего на зеркало пенять, коли... Ха! Твоя правда! Сам я тоже быстро мнений не меняю, но иной раз все-таки случается. Людские воины меня ни разу не волнуют. Да и кто бы их считал? Года не пройдет, чтобы один король не напал на другого. Лишайный пёс дольше на задницу сидит. Так что еще сегодня утром я собирался отправить тебя ни с чем, чтобы там клады не говорили о своей поддержке. Ривия с Ривия. Кому это все интересно? Ну, это было утром, пока на нас не напали. Все знают, что Нильфгард поддерживает Скайта Элей и использует их. Ну так вот, я теперь тоже воспользуюсь королевой Мэлой. А как же ты хочешь мной воспользоваться, можно узнать? Каков твой план? Таков. Какие краснолюды любят больше всего? Вроде простой, но с хитрецой. Я хочу предостеречь Нильфгардцев. Если вы будете дурить моих краснолюдов и привлекать их в ряды Скайта Элей, то пожалеете. Но я хочу это сделать без объявления войны. Сичош, когда ты покинешь Махакам, за воротами тебя будут ждать наши пехотинцы. Официально добровольцы, которые решили к тебе присоединиться вопреки моим желаниям. Отправь их в бой в первых рядах. Пусть черные обломают себе зубы, а наши ростовые щиты. Пусть попробуют наших топоров. Впредь дважды подумают, прежде чем снова запустят Скайта Элей в горы. Я благодарю вас, староста. Вы вернули мне веру, что в конце концов я отобью свой дом. Неужели я твоей веры не разделяю? Понаблюдал я за тобой. Наивная, вспыльчивая, лезешь не в свои дела, не уважаешь наших законов. Но мне-то все равно, выиграешь ты или нет. Что ж, в таком случае надеюсь вас удивить. Ох, сомневаюсь сомневаюсь. А потому ты получишь ровно столько рекрутов, сколько нужно, чтобы Нильфгаард усвоил урок о краснолюдах. И не одним больше. Ну, я надеюсь, все-таки не одну карту нам дали. А нет, смотрите, не одну. Я и за это благодарна. А теперь я хотела бы выступить немедленно. Так что дайте мне позволение... Да езжай хоть сию минуту! Чем скорее покинешь наши горы, тем лучше! Не ожидая ответа Мевы, Брувер повернулся к ней спиной. Королева вышла, не говоря ни слова. Хоть многое просилось к ней на язык. Мева собиралась вернуться к своему отряду, когда путь ей преградил никто иной, как Габар. Чем обязана такой приятной встречи? План Зигринов хочет еще что-то провернуть за мой счет? Он такой милашный, такой грустный. Даже если так, то меня это уже не касается. Это почему же? Потому что я решил покинуть Махакам навсегда. Вот как? И куда же ты отправляешься? Не знаю. Куда прикажешь? А! Ничего себе! Что прости? Мева, я обманул твое доверие, подвел тебя, а ты несмотря ни на что прикрыла меня, рискуя всем. Мало сказать, что я благодарен. Я перед тобой в долгу, в огромном долгу. Прошу, дай я тебе отплачу. Разреши сражаться рядом с тобой. До конца же мы его возьмем. Вы посмотрите на эти милые глазки. я не злопамятна, Габар. Благодарю тебя, Мева. Но и не глупа. Я согласна, чтобы ты присоединился к нам, но если ты снова меня обманешь, то не жди милосердия. Это ясно? Габар кивнул в знак согласия. Мева вытянула руку, чтобы тот поцеловал ее, как верноподданный, но краснолюд просто заключил ее в крепкие объятия. Я не могу. столько гляньте на эту картинку. Это просто огонь. Лирийцы уже были готовы покинуть Махакам, когда раздался отчетливый голос Рога, возвещавший прибытие Брувера Гога. А этому чего еще надо? Увидев кислую мину старости, королева ожидала неприятностей, но то, что она услышала, превзошло ее самые смелые ожидания. Вы прибыли попрощаться? Право же не стоило. Я прибыл, потому что есть у меня важный вопрос. Мэла, ты ждешь кого-нибудь? Кого, например? Конец говорит, что в Карбон прибывает делегация из Лирии и Ривии в сопровождении нильфгардцев. Как они смеют? Изменники! Кто их возглавляет? Тебе лучше присесть. Неужели наш сын? Засранец маленький. Вильям? Я надеюсь, не нужно напоминать, что Махакам нейтрален относительно всех ваших споров. Не надо мне тут ваших кровавых перепалок. Лучше всего будет я хочу с ним поговорить. Я бы тебе это запретил, но как я и сказал другой настолько упертой бабы я не встречал. Так что ладно, поговорите немного. Только помни, без рукоприклад склад. Этого пацана нужно через колено и отклупить вот прямо до сильно, короче. видев вымпел с лирийским орлом в окружении нильфгардских черных, Мэва бессильно сжала кулаки. И тогда из-за рядов имперских пехотинцев вышел ее соперник и сын Виллен. Как видно, я пропустила коронацию. Мои поздравления, сынок. Кто подавал тебе корону? Генерал Айбдаги? Такой подросток вообще. Победали его ленники. Он должен подписать договор с Империей так же, как и Хенсельд. Куда ведет все это перечисление? Туда же, куда сама война. Мама, умоляю тебя, ты должна это понимать. Победа Нильфгарда неизбежна. Если ты сдашься сейчас, к тебе проявят милосердие. Но потом... потом будет уже слишком поздно. Не будет никакого потом. Мы отобьем их. Отбросим на юг. Какие мы, мама? Ты осталась одна. Тебе может так казаться, а я только что нашла союзников. Где мама? Разве что в Зерикании, потому что здесь на севере сражаться уже некому. Твои приятели из Нильфгарда вскоре убедятся, что это неправда. На собственной шкуре. То есть ты будешь все это продолжать? Во имя чего? Свободы. Во имя независимости. Как интересно. А у меня такое впечатление, что во имя твоего уязвленного самолюбия и гордости. Во время коронации, которую ты так высмеиваешь, я присягнул руководствоваться благом подданных. А война, которая обречена на поражение, не в их интересах. А рабство? Ты же знаешь, что черные заковывают крестьян в цепи, как скот. Это достойно осуждения, я согласен, но... А выселение? А принудительные работы? А жестокие законы? За малейшую провинность их осуждают на смерть. Это в их интересах. Ну, ответь! Вижу, что мы не договоримся, мама. Жаль, но я, по крайней мере, попытался. А теперь прощай. Ну уж нет. Не тебе решать, когда мы закончим разговаривать. А нам еще... ой, а нам есть еще о чем поговорить? Как будто от него что-то зависит, но ел пало. Я рад, что несмотря на все... Верю, поскольку знаю, что нильфгарцы не стали бы спрашивать твоего мнения. Задумайся, сын, ты их союзник или орудие? Я король Лирии и Ривии. В интересах своих подданных я готов пойти на непростые уступки. Теперь я могу идти? Или есть что-то еще? Да. Откуда ты узнал, что я тут буду? Я получил нильфгардские донесения, что тебя видели на перевале. Какой румянец, болван. Ты краснеешь, сын, как всегда, когда лжешь. Лирия в двух неделях пути отсюда. Прежде чем ты получил бы сообщение, собрался в дорогу и дошел сюда, нас бы здесь, в Махакаме, давно уже не было. Нет, ты должен был знать мои планы заранее, тебе донесли о нашем маршруте. Значит, меня кто-то предал. Снова. Прочь с глаз моих вилем и молись, чтобы мы всегда встречались на нейтральной территории. Мэви пришлось бороться с собой, чтобы не обернуться и не посмотреть на своего сына еще раз. Он изменился с их последней встречи и хорошо смотрелся в короне. Королева вернулась к отряду. Советники бросали на нее вопросительные взгляды, желая знать, о чем она разговаривала с Брувером. Но Мэва решила сохранить подробности в тайне. Кто-то из них ходил на цепи у Нильгардс. Пока не откроется кто, следовало сохранять осторожность. Я очень надеюсь, что это не Газкон. Пора отправляться. Только в какую сторону? Я думал об этом, госпожа. У нас достаточно сил, чтобы пойти на врага, но все еще слишком мало, чтобы выдержать серьезную битву. Так что ты предлагаешь? В одиночку мы войну не выиграем даже при поддержке краснолюдов. Но если нам удастся одержать победу хотя бы символическую, мы сможем показать остальным королевствам севера, что еще не все потеряно. По моим оценкам, мы должны атаковать где-то за линией фронта, вдалеке от основных войск. Например, где? Я думаю про Ангрен. Во-первых, это густо поросшая лесом болотистая территория, этот край имеет большое стратегическое значение, как источник материалов для постройки Невгардского флота. Этого мало. Раз нам нужна символическая победа, мы должны нанести удар туда, где будет больнее всего. А Ангрен был только что передан в управление некоему графу Колдуэлу. Это мой третий аргумент. Разумеется, Ваше Величество, если Вы пожелаете, я могу представить альтернативное предложение. Не нужно. Выступаем на рассвете. Ахана мстительная какая. Большого труда Мэви стоило получить помощь от краснолюдов. Она покидала Махакам, значительно укрепив войско, однако настроение ее было скверным. Выяснилось, что в рядах лирийцев появился предатель. Кто-то сообщил врагу сведения о планах королевы. С того момента, как это произошло, Мэви приходилось взвешивать каждое слово, даже в кругу ближайших соратников. Ваша милость, пора наконец определиться, вступаем ли мы в Ангрен с запада или позже. Позже? Скоро рассвет, а мы до сих пор не знаем, что делать. Я повторять не буду. Королева была уверена, что в конце концов установит личность изменника. В худшем случае она вытянет его имя из другого отступника, графа Колдуэлла. Мэви не терпелась добраться до графа, а затем предать его в руки палача. Седлайте коней и следуйте за мной. Так подошел к концу период приготовления дипломатических переговоров. Мэви была готова наконец встретиться со своим врагом. Ух, это было классно. Прямо вообще обалденно. Сейчас, так понимаю, мы перейдем на другую карту. Армия Мэви достигла заболоченных лесов Ангрена. Вы там бывали? Нет? Ваше счастье. Ты уверена, что мы не сбились с пути. А пути нет. Мы просто идем по направлению к югу. Звучит так, будто ко дну. Если вы все же когда-нибудь там окажетесь, вот вам мой совет. Ни в коем случае не шумите. Ой. Товарищи попытались его спасти, но безуспешно. Вскоре из-под воды донес свежих металла и треск ломаемых костей. Что? Вот черт! Что это было? Я бы предпочел не знать. Держать строй! Оружие на готове! Это была жагница. Одна из многих, которых лирийцы еще встретят на пути. Но не будем торопить события. Отряд вышел на берег Яруги. Чтобы найти и покарать изменника Колдуэла, Мэви нужно было перейти реку, а единственный мост в округе охраняли нильфгаарцы. Болотисто тут! Новые рапорты ожидают вашего рассмотрения. Ну, что я вам скажу? Давайте мы посмотрим на карту. Она, кстати, здоровущая. Да. Не теряют CD Projekt Red к концу хватку. Я думала, что будет все меньше и меньше карты. Нет, нифига, карта здоровущая. Я вам тут есть чем заняться. Какая классная, красивая эта утопция, да? И еще какие-то пиявки, не знаю даже как называются. В общем, заниматься мы этим будем явно уже в следующей серии. Всем большое спасибо, что были со мной на протяжении вот этих серий Махаками и предыдущих. И, конечно же, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И, если не подписаны, подписывайтесь. И мы встречимся с вами в следующих сериях. Пока-пока! Редактор субтитров